Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь отправляемся на рыбалку. Последние денечки лета дарят нам прекрасную погоду. Конец лета, пора жора разной рыбы. Во-первых, это окунь, который набирает жирок для долгих, зимних, холодных, темных ночей, когда нет рыбы, которую можно скушать. Во-вторых, это щука, которая ест всегда, все и везде. Для нее, в принципе, у нас тоже есть особые инструменты. Ну и, конечно же, жерих. Жерих – это корсар, который носится по просторам Волги в поисках своей добычи. Поскольку нет у него зубов, у него особый способ ловли. Он глушит свою добычу, а потом собирает оглушенных малечков. Вот для того, чтобы этих рыб поймать сегодня, мы выбрали несколько снастей. Во-первых, это под жериха. Вот такой вот пилькер на длинной трехметровой палке. Во-вторых, это уже всем известная джиг-головка с шарнирным соединением с двойником и силиконовой рыбкой. Сейчас вот здесь стоит приманка 4,5 дюйма. Ну вот я взял с собой еще оснащенную трехдюймовую приманку, тоже двойником. Ну и для окуня и может быть жериха третья палочка, там где установлены вабики или кембрики, как в простонародье их называют. И утяжеленная блесна, чтобы можно было эти кембрики доставить подальше от лодки. Вот все, что мы сегодня с собой возьмем. Кто-то скажет, что это много, но на самом деле настоящие рыболовы возят с собой десятки спиннингов. Под каждую рыбу свой спиннинг. Вперед, дорогие друзья! Как всегда, хорошо на Волге. Закончились знойные деньки, когда не знаешь, куда спрятаться от пекла. И даже вода прогревается уже который год выше 20 градусов. А вот раньше, всего лет 30 назад, помню и 19-то не каждый год было в воде. Но ГЭС делают из года в год свое черное дело в области уничтожения экосистемы. И что самое обидное, даже если придать реке Дагэсовский облик, то не наступит счастье в природе. Так что проблема надвигается серьезная. И потомкам не сладко придется, разгребая печальный опыт предыдущих поколений. Жаль, что в ту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе. А пока еще есть жизнь в реке, и она щедро делится с нами своими, так сказать, биоресурсами. Главное включать вовремя мозг и не забирать у нее последнее, пополняя листы красной книги. А пока мы едем на рыбалку. Начинаем ловлю вдоль береговых провок, и голодная рыбка не заставила долго ждать. Ну вот, мелкий судачок, похоже, проклюнулся. Надо его быстрее отпустить. Вот видите, на такую большую приманку совершенно не гнушается открывать вот такой вот медомерок судака. Видимо, очень привлекательная приманка-то. О, в половину себя. Иди гуляй. Сплавляемся ниже. А тут нас ждут полчища жаждущих рыбацкого счастья народа. Многие уже знакомы друг с другом. Долгое время рыбачи на одном месте и встречаясь каждый выходной. Не мудренот. И приплыв сюда в первый раз, не зная места, можно с легкостью прочитать по заякоренным лодкам клевые точки и подглядеть, на какие снасти эти рыбаки выуживают свое рыбацкое счастье. Не беда, если при вашем наблюдении за ними у них поклевки не будет. Зато в прошлый раз. Так что снасти-то все рабочие. Смотрите и мотайте на ус. Тут вот на джиг ребята пробивают полку. Там на мелкоокуня кидают бомбарду с кембриками. А подальше любители жереха ждут с дальнобойными снастями выхода пирата на кормежку. И между всего этого скопления рыбаков снуют тролли, любители ловли троллингом. И периодически удается выловить оторванные ими гигантские воблеры. И надо отметить, что многие из них со следами щучьих укусов. Я же решаю не вставать на якорь, а пройти сплавом. По течению лавирую между рыбаками. И стащить на свой стол деликатес. Вот и первая щучка, не устояла от соблазна и оказалась в лодке. Есть! Красотулька! Отцепилась уже в сачке. Возвращаюсь выше точки поклевки и снова по течению. Вечер перестает быть томным. Со второго проплыва на самой кромке полки перед свалом что-то сказала «Отдой спиннинг!» И, к счастью, продолжила сопротивляться после подсечки. Это локунь, ребята! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот такая рыбина! Хороший такой, кусок! Мне это... Крючок поменьше. Дискаунтер Юнипол. Все для рыбалки, туризма и охоты. 17-й километр Московское шоссе Алматинское. Сильный пол покупает в Юнипол. Вот очень внимательно нужно относиться к шнуру. После забросов контролировать вот участок размером где-то вот до полуметра обычно. После зацепов, когда приманку удается извлечь без обрыва, обычно шнур где-то нарушается. То есть, он посеченный. То есть, вот видите, идет распушение. И здесь при следующем забросе может случиться обрыв. Поэтому за этим нужно следить и вовремя все перевязывать. То есть, вот этот испорченный кусок шнура нужно отрезать и заново привязать приманку. КОНЕЦ Вот и все, снова готово в бой. Ловим большую-бребольшую рыбину. Вперед! Ну вот сейчас встали на якорь. И приманку несет. Нужно немножко увеличить вес. Сейчас поменяем грудь головку. И продолжим ловить. Ну вот, 32 грамма летит. Попробуем 36. И дальше будем наращивать. До того момента, как у нас будет хорошо прочувствоваться проводка. Вот, все. Снасть готова. Отправляем ее за рыбой. Тут и у наших коллег обнаружилось рыбацкое счастье. Вот такие вот. А я вот. На мелочи раздвениваюсь. Лункер? Да. Да, серьезный. Так, еще лункер. Так, надо включить ее. Нет, надо сначала оттагировать. Есть. Надо залезать. 3,6. Ну, 3,7. 3,7. Рекорд. Рекорд. Да. 3,6. Посадимся. Дурненькая. Да. Осторожные руки. Резанул? Да. Есть немножко. Ничего. Подержал, получи. Ну, все, логер сняли. А? Логер сняли. За все надо платить. Да, да, да. В воскресенье обычно такой течки не бывает. Сразу. Вот здесь, под свалом, да? А я продолжаю сплавляться. И очередная щука в сачке. Это, конечно, не 3,700. Ну, где-то. Сейчас взвесим. Ну, в принципе, не мелочь. Ну, в принципе, как раз на жарю. Ну, вот на 1,8 кг. В принципе, хорошая щучка. 1,8 кг. Вот оно, рыбацкое счастье. Рыба есть. И когда становится меньше рыбаков вокруг, она клюет охотник. Жара еще дает о себе знать. И я отправляюсь за водой. Дорогие друзья, если вода в Волге зацвела, вот она прям наполнена сине-зелеными водорослями, пить из Волги, естественно, нельзя. Даже если воду прокипятить, все равно этот осадок будет присутствовать. Но под горами видно все. У берегов есть родники, которые выходят практически на самом берегу. Здесь вода исключительно чистая. Как обычно в роднике ледяная. Стоять. Очень вкусная вода в Волжских родниках. А тем временем погода снова сменила цвет. И гонит нас домой. Вот, дорогие друзья, застал нас дождь. Причем дождь уже такой осенний, облажной. И края, конца ему не видно. Пришлось нам прекратить на сегодня рыбалку. И что по итогам дня? Вот маленькая приманочка, виброхвост. У него за счет вот этих вот тонкого хвостика, у него очень подвижный пятачок. Наверное, это провоцирует рыбу на атаку. Очень хорошая приманка. Сегодня отработала на пять с плюсом. И щука, и окунь крупный. Все на нее клюет. Вот еще один виброхвост. Подлиннее. Вот он весь изжеванный. На которого позарилась щука. Щука небольшая, где-то 1,8 кг. Но, тем не менее, рабочая приманка. Собственно говоря, груз-головку мы выбираем в зависимости от глубины, течения. Она может быть как самая легкая, грамм 10-15, так и тяжелая, до 50 грамм, если мы стоим на хорошем течении и на якоре. И чтобы пробить дно ступенчатой проводкой, необходимо использовать тяжелые горловки. Но все еще раз скажу по обстоятельствам. А наша программа на этом прощается с вами. До новых встреч! Рыбацкого счастья вам!